доброе утро друзья еду на работу четверг завтра вечером у вас суббота утром я возобновляю нашу трансляцию прошлый раз я не мог потому что мы были в поездке и там что-то интернет был совсем медленный не пол не получалось так вот да знаете там с интернетом было интересно в чикаго в хилтоне примете хилтоне так себе был интернете так себе то есть вот на то чтобы скажем там конференцию провести не хватало а вот например в этом сан-жосеф интернет был интересным так вот днем было хорошо днём была очень хорошо так все грузилось все быстро мы шикарно а вот к вечерの мир все снималось и становилась еще хуже чем в этом хилтоне вот такая интересная ситуация с но несут у нас я сказал что я избирательную кампанию закончил в том смысле что в детали лезть не хочу а все-таки канал у нас про америку поэтому я какие-то вот аспекты такие чисто американские значит опрос сегодня опубликовали где людей голосующих за обе партии за ту или за эту спрашивали вот в случае если наш кандидат не прошел то есть республиканцев гая случай если избрали не трампа избрали клинтон демократов гать случае если избрали не клинтона избрали трампа вот кто считаете вы должен быть носителем так сказать партийного стандарта лидером таскать идейным партии там и так далее и очень интересно получилось у республиканцев там по 27 процентов считают что носителем таскать идейным должен быть господин пенс который сейчас идет в связке с трампом на должность вице-президента то есть он он опередил трампа который 24 процента вот ну и там еще есть пару человек там есть круз вам там 18 процентов и кейсик 10 процентов хотя кейсик я считаю достойнейший человек на самом деле что так с ним не заладилось я не знаю да ну не суть у демократов у демократов с разницей в 1 процент там 31 32 процента с разницей в 1 процент лидирует хиллари а вторым идет господин сандерс да то есть вот наш социалист искать примкнувший неожиданно демократам набравшие невиданную популярность там и так далее и вот хотя ему уже 74 года он уже тоже не пацан но во всяком случае вот к чему я говорю что и трамп и сандерс еще какое-то время будут висеть тяжелой гирькой на обеих партиях независимо от того кто там конкретно победит то есть поскольку у каждого из них есть какое-то количество последователей причем существенно особенно у демократов то есть заряди как он хиллари практически не уступает и вот может сказать что они ровно пришли один процент в случае несущественно то есть они ровно идут и чтобы люди не делали вот будет рядом стоять человек который будет говорить а это неправильно я не согласен и будет так сказать партийные ряды раскалывать на предмет того что что-то власть нынче какая-то неправильная вот так что очень очень интересный такой очень интересный нюанс то есть может оказаться что для хиллари избавиться от трампа намного проще чем избавиться от сандерса хотя в целом он конечно ее поддержит я думаю что они там договорились то есть был момент когда они вели переговоры и какие-то пункты которые сандерс считал существенными попали в программу клинтон то есть он на определенных условиях ее поддержал вот то есть там договоренность есть какая-то но в целом я хочу сказать что вот есть человек у него популярность и вот он может все время там как-то одобрять или недобрять не одобрять то есть его одобрение надо все время как-то приобретать там не знаю какие-то взятки там ему давать по мелочи конечно но руки немножко повязаны будут и у той стороны и у этой описаете вот допустим трамп вот он допустим победил а пенс более популярный чем он я считаю что пенс конечно совершенно замечательный мужик и губернатор индианы и в общем и штат хорошие в общем все все путем но вот так вышло поэтому такая интересная особенность но мы посмотрим а у нас что-то тепло вот я смотрю я даже жилетку потеплее дел думаю вроде как ну знаете к зиме дело вот и чувствую надо было чего-нибудь полегче так что да солнышко давайте я может быть развернул камеру так камеру мы развернули я сегодня гораздо лучше себя чувствую мне вчера объяснили что у меня вот этот джек лаг синдром связанный с переключением там из одного часового пояса в другой оказывается на меня вот подействовать никогда раньше особо не замечал или скажем так когда летишь в ту сторону вот с запада на восток то как правило ничего не чувствуешь а когда обратно летишь вот тогда серьезно но во всяком случае я немножко так оклемался поспал сегодня побольше и чувствую себя уже почти вернувшимся в строй но вот еще немножко и совсем вернусь да я думал что вам такое рассказать сегодня с утра и пошел посмотрел что там в новостях пишут на новости надо сказать что с учетом того что вчера дебаты были довольно много внимания дебатам хотя безусловно уже такого накала нет как было в первый раз и как было во второй раз и уже как бы более-менее понятно что там с выборами то есть уже как бы довольно хорошо понятно что там с выборами поэтому что тут у нас есть зеленый свет вот поэтому так особых таких баталий нет в прессе и вообще как-то меньше меньше внимания этому начались разговоры они давно шли но так что вот как бы нам в рецессию очередной не угодить были такие разговоры и они сейчас как-то с одной стороны усиливаются что вот как бы нам не угодить в рецессию это это именно то чего я например боялся если скажем победит трамп это просто подтолкнула бы этот процесс как бы люди стали бы воздерживаться от того чтобы деньги вкладывать хотели бы посмотреть что там дальше будет и вот тогда бы эта рецессия и полыхнула бы на всю катушку вот с другой стороны пишут что инфляция как бы на носу что что называется инфляцией в том смысле в каком они это говорят ну как я понимаю что они говорят имеется ввиду что когда людей не хватает рабсил не хватает и приходится чтобы нанять человека нужно больше ему платить то есть грубо говоря за одну и ту же работу ты начинаешь платить больше денег и вот тут вот это вот и пошла инфляция мы несколько месяцев назад пришли в такое состояние при том что экономика вроде там 5 процентов безработицы вот так как ее считают я знаю что есть много мнения о том что считают неправильно что она гораздо больше безработица там и так далее то это на их совесть но вот вот та безработица которая сегодня есть и которая официально там 4 и 9 процентов такого плана значит считается что мы в состоянии full employment то есть у нас если мы захотим еще людей нанять то нам нанимать некого в стране больше нет людей то что кто-то там не очень работает в это как же вот те пять процентов но некоторые просто меняют работу они в процессе процент вот этих людей среди этих пяти процентов растет люди более активно сейчас ищут работу сейчас больше возможностей кроме того есть люди которые в самую хорошую экономику не не очень работают вот я помню когда был момент unemployment был что-нибудь процентов 2-3 где-то в середине 90 2-3 процента это значило что человека вообще не найти днем с огнем то есть три процента безработица это полное патологическое отсутствие людей вообще ну то есть надо платить переплачивать сманивать переманивать и так далее вот это три процента но боятся того что сейчас пошли пойдут вверх зарплаты и тогда соответственно пойдет вентиляция ну вот соответственно вот этот процент банковский который регулирует federal reserve bank они все собирались его поднять они даже говорили что несколько раз поднимут вот в этом году уходящим но так как-то сомневались не решались вот а теперь говорят что в декабре по моему у них очередной там митинг что в декабре уже точно поднимут никаких нет собственно оснований не поднять и вот эта линия значит между теми кто говорит что мы как бы нам в рецессии не угодить и вот эта линия сейчас как бы хорошо присутствует там в обсуждениях много пишут на эту тему как всегда по любому вопросу есть люди с разными мнениями а кто из них прав неизвестно до тех пор пока что не случится более того если когда она случится выяснится что кто-то из них был прав но кто-то всегда правда это не значит что тот кто был прав действительно знает что такое чего не знают остальные потому что люди говорят вот этот вот предсказал там 10 лет назад что что-то произойдет но он может после этого еще 20 лет подряд предсказывать абсолютно какую-то ерунду и полное несовпадение но будут помнить вот он тогда что-то предсказал великий человек там это поэтому нет нет такое ощущение что все это не очень управляется или управляется где-то очень-очень высоко и как-то так умело что не чувствуется управляющая рука то есть люди у которых нет объяснения они как раз склоняются к теории заговора потому что как же тогда еще объяснить теория заговор это сродни я извиняюсь за кощунную мысль это сродни вере в бога это вера это вера вера не нуждается в аргументации в какой-то человек верит и верит вот в этом смысле как есть сходство если которые верят что есть какой-то заговор да так что я думаю что у мексиканского песо есть все основания теперь пойти вверх наверное уже пошел я не не смотрел сегодня после дебатов последний шанс был у трампа как-то ну даже не знаю выкарабкаться но если бы у нас были выборы исторические знаете такие как как всегда то можно было бы сказать что история абсолютно закончилась уже там но месяц назад но дело в том что имея ввиду тот разрыв который есть между кандидатами который был уже месяц назад это разрыв который в из исторически никогда никто преодолеть не мог потому что если сегодня есть разрыв там за месяц за полтора там скажем три процента то обычно к самим выбором этот разрыв будет уже пять процентов что позиции как бы цементируются и там обратного хода нету но нынешние выборы у нас как бы все что угодно только не не традиционные не классические поэтому как бы параллели не идут понимаете нет не проводится кто мог вообще там год назад всерьез рассматривать трампа там но пришел мужик там покрасоваться но никому же в голову не приходило правда или там сандерс но какие шансы были у сандерс который вообще не демократ а вот что-то вдруг примкнул всю жизнь был независимый тут вдруг примкнул ну и какие у него шансы а вот те пожалуйста поэтому что тут сказать во всяком случае я я немножко спокойнее себя чувствую когда определенность какая-то есть чувствуешь себя спокойней вот я не знаю видно вам или этого там на углу смотрите там на углу стоят такие значки с надписями перевыберем джона маккаллистера там еще что-то так тут что-то как-то люди не культурно встали мне кажется это создает для меня некоторые неудобства вы так проскользнул такая же духа значит что у нас школе творится лето я вам говорил раньше лето такой процесс немножко слов слоу-даун происходит да так замедляется замедляется запись ну enrollment как бы зачисление студент а вот как только до сентября мы добрались и тут в течение двух недель у нас четыре группы сразу запустилась это для нас большой оборот и соответственно будет еще одна девятого ноября новые группы начинаются когда старые заканчиваются так так получается а при том что они начинаются в течение двух недель они выпускаются для нас очень существенно когда они выпускаются то что надо их на практику отправлять мы не можем выпустить четыре группы в течение двух недель но но взять мы можем потому что одна группа выйдет через два месяца другая через три третий через четыре то есть это как раз нет не так так вот единственная группа до конца года у нас будет 9 ноября и мы сейчас вот сидим и думаем чё делать потому что она уже практически заполнилась вот ну ну мы подумали что может быть вечернюю группу еще одну нанять у нас набрать у нас есть время вечером и то есть помещение свободное есть один класс вечером свободный мы можем взять еще одну вечернюю группу в перехлёст стой который есть мы стараемся вечером не делать перехлёст но как бы народу как-то много стало и получается что четыре месяца не не брать групп на новых это сложно а потом у нас новый такой массовый заезд будет в январе и онлайн группа новая и фуллтайм группа новая ну еще раз по мере того как вот эти что сейчас начались заканчивается значит новые набираются так что у нас такой в школе такое можно сказать затишье небольшое в смысле набора студентов так идет обычная работа нормальная что еще сказать если мы на эту тему меня например знаете что удивляет мы когда начинали делать фуллтайм программы вообще студентов из других штатов как бы приветствовали мы имели ввиду что они получились и поехали к себе домой устраиваться на работу таким образом вроде бы и студентов больше и давление на локальный рынок меньше ну в смысле нет они не создают давление на локальный рынок на место но что получается в час группа начиналась там сколько прошло а уже месяц прошел да вот начиналась группа я им говорю значит ребята все приезжие там не значок 25 26 такого плана я бы кто собирается значит обратно ехать спорю там пять человек а эти 20 чего они когда вот мы тут хотим остаться и и меня это немножко внутренне напрягает потому что я хочу чтобы ребята работали и я понимаю что куда бы они не уехали из кремниевой долины ну например там где они жили и нью-йорк замечательное место в этом смысле и чикаго и сиэтл и филадельфия и техас там много мест есть техасе и даже вот майами там ну просто практически все я уже не говорю там про лос-анджелес сан-диего оранж-каунти и так далее и всюду им будет гораздо проще потому что у людей вообще нет там просто нет людей вот я хочу сказать наша поездка в мичиган и вот беседа с сергеем когда он рассказывал что он по образованию это был вообще радиоэлектронщик а там его взяли и 6 месяцев учили чтобы быть оператором там на электростанции я думаю как же так взяли человека 6 месяцев учили у нас вот тут это это нереально здесь здесь не учат понимаете здесь стремительный такой ритм темп стремительный и здесь много народу они норовят найти того кто уже готовы и вместо того чтобы брать людей и учить здесь тоже брали так чтобы учить но вот в 90-е годы когда школа наша начиналась была масса компаний но не было людей же вообще же не было никого вот там мы выпускали в год там 50 человек вот вот собственно и все а больше не было и по-любому если ты кого-то берешь его надо было учить сейчас такого нет они сейчас не хотят учить они хотят готового более-менее там и и вперед а когда ребята наши онлайновые находят работу ну там где они на ее находят по всей стране и им там кладут какие-то они за там 30 долларов часа этом 60 тысяч год и говорят вот мы тебя берем будешь изучать automation с условием что ты будешь изучать автоматизацию у нас так не возьмут никто не хочет давать тебе время на изучение автоматизации вам на работе поэтому я теперь лучше стал понимать что происходит они настолько они настолько находятся на безлюдном таком рынке где кого бы ты не взял все равно нужно учить поэтому они смотрят что правильный был человек в советском союзе нас так нанимали вот идешь на работу они тебя не брали скажем у тебя в кб работал в конструкторском бюро они тебя не берут за то что ты все умеешь они тебя берут за то что у тебя правильное образование вроде ты парень хороший ну давай разбирайся вперед не не было такой проблемы поэтому меня вот это вот немножко беспокоит то есть что тут такого чем тут намазано в кремниевой долине каким таким медом я не знаю но вот я это замечаю и менять немножко беспокоит знаете как вот когда у тебя дети и и они чем-то не тем увлекаются и ты начинаешь беспокоиться дети говоришь ты что это вы такое делаете так только мы немножко камеру поправим так что вот такие наши заботы я специально об этом рассказываю с тем чтобы люди которые думают на эту тему чтобы они еще раз подумали потому что они могут на что-то такое рассчитывать чего в природе нет вот это и это нехорошо ну что я прибыл на рабочие места и в этом месте с вами и прощаюсь счастливо